Она буквально заражала своим примером всех вокруг. Учитель ещё той, как говорят, старой закалки, педагог начальных классов Дора Давыдовна Вейцер. Родилась 22 июня 1936 года. Для многих она была первоначальным образцом нравственности. Когда пришло время выбора профессии, приняла решение выбрать путь, который напрямую связан с обучением. И в 1956 году она поступила в Биробиджанское педагогическое училище. На протяжении всей жизни профессиональным кредо Доры Давыдовны была фраза «Не важно, кем вы станете, а важно, какими вы будете». Всё, что она в нас вложила, вот эту любовь к своей профессии, привила именно она. Вот через себя, через то, что мы это видели. Вот я говорю, в самом начале нашего пути, вот школьного пути, а мы были у неё, мы забегали в школу, мы приходили к ней. И поэтому я только сказала, буду педагогом. И другим, другой профессии, мне никакой не нужно. Любовь к знаниям Дора Давыдовна прививала не только своим детям и внукам, но и всем, для кого выступала наставником. Домой приходила поздно. После работы проводила занятия с воспитанниками. Переходя в старшую школу, ученики оставляли подписи на совместных фотографиях с первым педагогом. На обороте одной из них сохранились памятные слова. «Живите долго-долго, дорогой мой человек», – писала некогда ученица Света Кузнецова. Просто я очень многих знаю, Анжела Ильницкая, я знаю этих деток, потому что они очень часто к нам домой приходили. Ученики обещали помнить первого учителя всегда. Иначе и быть не могло. Говорят, что первые педагоги запоминаются на всю жизнь. Но все те, у кого были переплетены пути с Доры Давыдовной, вспоминают ее не только как учителя, но и как человека, который был готов помочь и дать верный и осмысленный совет. Когда человек как учитель, как человек, да, вот входит глубоко в душу ребенка, это же, наверное, самое главное. И ребенок его помнит всю свою сознательную жизнь, не только годы учебы, да, а именно всю свою жизнь. Даже в возрасте, когда он уже более зрелым, а у него личность педагога, это так важно, она очень запоминается. И не только на протяжении почти половины века педагогической жизни, но и после она старалась оказать внимание детям и уже взрослым ученикам, которые шли по ее стопам, следуя высоким моральным ориентирам. В любом литературном произведении она всегда находила именно главное – это становление человека, его духовные ценности, его нравственные ценности. И об этом говорила родителям своих, тех детей, которых она учила, и нам, своим детям. В Биробиджане Дора Давыдовна возглавляла методическую образовательную работу, проводила множество открытых уроков. У нее училась вся область. Педагог давала глубокие знания, каждый ее урок с интересом запоминали. Обучение должно проходить как спектакль, говорила Дора Давыдовна-Вейцер. По ее стопам пошли многие ее ученики. Очень многие. Они стали учителями, и они были у нее на практике. Дело в том, что мамочка почти 15 лет отработала в средней общеобразовательной школе номер 4 города Биробиджана. Тогда эта школа была базовая, и у нее очень много студентов были на практике. Приходящие студенты остались в памяти и у одной из учениц Доры Давыдовны. Но самые первые воспоминания, связанные с учителем, были другими. Светлана Куликова помнит моменты первой встречи, тогда, в 60-е годы, в начале профессиональной деятельности Доры Вейцер. Накануне 1 сентября была такая традиция, когда учителя приходили к будущим первоклассникам домой. Я помню этот момент. Они смотрели, насколько будущие ученики готовы к школе, к обучению, к воспитанию. И она мне давала картинки и спрашивала, какие буквы я знаю. Отмечая всесторонне талантливую натуру, еще при жизни Доре Давыдовне говорили, что она владеет ораторским искусством. Это отмечают и ее ученики, связывая самые яркие воспоминания уроков с выразительным чтением учительницы. Она читала сказки и большие произведения наизусть. Мы с таким воодушевлением, желанием смотрели на нее. Нам казалось, а мы так можем? Понимаете, вот каждый жест, каждый взгляд, интонация, все это подкупало. Дора Давыдовна начинала преподавать по системе развивающего обучения Леонида Зонкова. Сегодня методика востребована каждым пятым учителем российской школы. Но в далеком 57-м открывали лишь первые экспериментальные классы. Даже после ухода с профессионального поприща Дору Давыдовну интересовали новости о современной педагогике, знаниях, которые дают детям. Несмотря на все изменения, первоисточником базового образования остаются многолетние практики, а истинные учителя продолжают обучать в школах из любви к детям и знаниям. Екатерина Кувалдина, Денис Денисов. Новости 21.